Я считаю, экономический прогноз, то есть состояние экономики России на период декабрь-ноябрь 1995 года позволяет сделать такие профилирующие замечания, что в этот период будет дальше развиваться централизация банковской структуры, то есть вокруг центра банка, но она будет развиваться путем создания вторичного уровня контроля за деятельностью коммерческих или других банков, путем создания пакета документации, когда будет осуществляться дополнительный контроль. И поэтому в сфере частного бизнеса необходимо, я считаю, иметь в виду, что те проблемы, которые будут возникать при взаимодействии с коммерческими банками, они будут связаны только с этой формальной стороной дела, формальной централизацией, хотя истинная рыночная структура будет той же самой. И если рассматривать период первого квартала 1996 года, то тогда здесь, я думаю, следует сразу вперед сделать такие профилирующие также мероприятия, связанные с тем, что в связи с тем, что некоторые лидеры, которые будут находиться в то время управления, они будут определенные решения принимать, которые, значит, в феврале 1996 года приведут к тому, что будет рассматриваться вопрос об очередном сужении долларового коридора, и вследствие этого будет ограничен приток долларов из любых валютных средств иных государств из-за рубежа. И к этому периоду надо будет, я думаю, в январе можно будет успеть подготовиться. Хотя в перспективе этот процесс выравнивается где-то в марте 1996 года. В следующем квартале, то есть во втором квартале 1996 года, я считаю, что наиболее оптимальными сферами бизнеса будут являться те сферы, где будет, значит, возможность развивать товаропотребление для народа. И с июня 1996 года по конец августа 1996 года я рассматриваю такую ситуацию, что наиболее оптимальным будет вклад в тяжелую промышленность, значит, и я думаю, что в цветной металлургии, то есть в те сферы, которые, значит, дают результат, например, через год. А что касается сферы обслуживания? Ну, развитие сферы обслуживания, по-моему, наиболее целесообразно, так сказать, развивать в январе 1996 года. Потому что где-то в мае 1996 года и в дальнейшем где-то по октябрь 1996 года, я думаю, что следует ожидать как бы наиболее прибыльного периода для именно сферы обслуживания. Я имею в виду и в том числе рекламную деятельность, сферы обслуживания в точках питания, общественного питания, в том числе и ресторанов, которые имеют повышенную стоимость, а также сферы обслуживания, связанные с обслуживанием техники. Вам вы упомянули централизацию. За основу какая модель будет браться? Я думаю, что основой, значит, является как бы совмещение структур, которое было принято в Советском Союзе бывшем, и плюс некоторые данные, относящиеся к царской России, где-то периоды с 1885 года и до революционных событий 1917 года. То есть там будет рассматриваться в основном, значит, фактор контроля над деятельностью банков и фактор как бы нейтрального контроля, который позволяет создать все-таки более точную картину, значит, и принимать как бы профилирующие меры по развитию банковской структуры. Значит, поэтому аналогом, будем говорить, таким прямым, вот в настоящей ситуации, по-моему, не является ни одна из каких-то там западных стран, например. И здесь скорее это связано с тем, что с большой территориальной, значит, ну, как сказать, распределенностью различных, значит, банков, когда приходится работать на территории большой страны. И я думаю, что еще специфика взаимодействия со странами бывшего СССР, когда многие банковские структуры имеют связи, ну, не определенные таким же, скажем, периодом в других странах. То есть у нас процесс, в России процесс совершенно, по-моему, иной, и поэтому, естественно, что развитие должно идти на уровне самостоятельности банков, но при этом, значит, контроль более полный будет осуществляться путем дополнительных, значит, регламентирующих документов. И в частном предпринимательстве, я считаю, надо будет, и, в принципе, и в любом бизнесе, понимать, что как таковое основное направление в бизнесе, то есть самостоятельность и экономическая независимость, задеваться, по-моему, не будут. И я думаю, что если даже рассмотреть вперед, куда-то на два вперед, скажем, до начала 1998 года, то это будет благоприятный достаточно период для развития частного бизнеса. Субтитры создавал DimaTorzok